Патриотизм российских граждан в 2024 году обойдется бюджету федерации в 40 миллиардов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем власти страны-агрессора потратили в 2022, то есть в первый год полномасштабной войны. В рамках проекта по патриотическому воспитанию молодежи финансируют фестиваль Таврида, Всемирный фестиваль молодежи, Всероссийское движение школьников, Юнармию и другие проекты, которые позиционируют себя как программы по молодежному туризму или разностороннему развитию. На самом деле под их эгидой детей знакомят с оружием и готовят к дальнейшей службе в оккупационной армии. Статьи, связанные с идеологической работой, есть в двух федеральных проектах. Патриотическое воспитание и молодежь России. В 2024 году состоятся президентские выборы, в ходе которых особое внимание уделяется идеологической работе с молодежью и увеличение расходов по этой статье не случайно. Из публикации издания «Вёрстка» со ссылкой на собеседника близкого Госдуми РФ. Особенно активную идеологическую работу россияне проводят на временно оккупированных украинских территориях. Под предлогом перевоспитания они лишают украинских детей идентичности. Все дети, которые учатся в общеобразовательных школах по программам Российской Федерации, обязаны проходить эту военную подготовку. Так нас ужаснул этот список, да, перечень, приобретаемого для детей в школах. Это и автоматы Калашникова, и патроны к ним, и боеприпасы. То есть для того, чтобы с детей сформировать таких полноценных солдат. И все это подкрепляется, конечно же, идеологической обработкой. В 2024 году на оборону, а точнее на войну против Украины, российское правительство планирует потратить около 110 миллиардов долларов. Это почти треть общих государственных расходов Федерации. К тому же сумма на две трети превышает аналогичные траты в 2023 году. У Путина есть два приоритета – война и власть. Вот почему бюджетный процесс сейчас работает таким образом, что политики сначала следят за тем, чтобы хунта получила то, что ей нужно для войны, а затем обращаются к остальному бюджету. И для этого они постоянно ищут новые источники, чтобы наскрести денег. Из публикации издания Financial Times. Расходы на пенсии и социальные выплаты в следующем году также будут рекордными. Но в условиях санкций, оттока иностранного капитала и падения ценной энергоресурсы заработать столько, сколько Россия запланировала, ей едва ли удастся. Бюджет нереалистичен, говорят экономисты. На бумаге концы с концами сходятся только за счет манипуляций и подтасовок. А в реальности масштабное вливание в социальную сферу – это не больше, чем попытка задобрить избирателей в преддверии президентских выборов. Выплаты, которые там предусмотрены, они экономически необоснованы. Увеличение минимальной заработной платы, увеличение социальных выплат – это все от выборов. Но возможностей у бюджета нет. Это означает, что уже сразу же после выборов, в ходе марта, с 2024 года будут приниматься другие решения, для того, чтобы уменьшить вот эти поступления, вот эти выплаты, которые осуществляются. Поэтому это политический бюджет для того, чтобы остаться при власти. Источником доходов бюджета, говорят аналитики, станет российское население. После выборов социальную помощь и расходы на медицину и образование, вероятно, урежут. Вместо этого утроят акцизы, ведут новые экспортные пошлины и увеличат стоимость коммунальных услуг. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам».